Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи насерги, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 ноября. Житие святого Григория Палама, архиепископа Фессалоникийского. Святой Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, был родом из Константинополя и происходило в благородных и благочестивых родителей, которые старались научить его с юных лет, как человеческой, так и в особенности божественной премудрости и всякой добродетели. В ранней юности он потерял отца, мать же Григория позаботилась дать ему ровно, равно как и всем его братьям и сестрам, разумное и доброе воспитание в духе закона Господней и Божественного Писания. Она устроила жизнь их среди мудрых учителей, дабы сын ее научился от них премудрости. Он же, отличаясь природными умственными дарованиями и прилежанием, в короткое время преуспел в изучении философских и других известных тогда наук. Но, не доверяя собственной своей памяти, он положил на правило, за правило, перед каждым уроком класть по три земных молитвенных поклона перед иконой Пресвятой Богородицы. И, причистоясь, поспешивствовала благочестивому отроку, быстрые успехи которого обращали на себя всеобщее внимание. Сам царь принимал живое участие в святом Григории и отечески заботился о его воспитании. Между тем, Григорий с ранних лет уже возненавидел все земное, как сон обольстительный. И, исполненный пламенной любовью к Богу, презрел все временное благо, стремясь всею душою прилепиться к единому Богу, источнику всякой премудрости и подателю всякой благодати, и оставить мир и суетную славу его. Побуждаемо этими чувствами, он искал сближение встреч с иноками Святой Горы Афонской, просил у них советов и руководства, и узнавал от них образ и правила иноческой и подвижнической жизни, испытывая свои силы, может ли он быть действительным иноком. Дорогие свои одежды Григорий заменил худым рубищем и начал мало-помалу изменять свои прежние привычки и образ внешнего поведения, оставив все условия светских приличий, что обратило на него общее внимание придворных, и многие признали его даже сумасшедшим. Так протекло несколько лет, и ни убеждения царя, ни уговоры друзей его, ни насмешки окружающих не могли остановить Григория на избранном им пути. С успехом, прошедший такой искус, Григорий на двадцатом году от рождения окончательно решил принять иноческий сан и удалиться в пустыню, о чем и возвестил своей боголюбивой матери. Вначале она была несколько опечалена этим, но потом согласилась с его намерением, радуясь о Господе, и даже с помощью Божьей уговорила и остальных детей своих принять иночество. Да бы она могла сказать вместе с пророком, вот я и дети, которых дал мне Бог. Следуя евангельской заповеди, святой Григорий раздал все имение свое нищим, и, презрев всем сердцем своим красоту, сладость и славу мира сего, пошел во след Христа, уводя с собой в тот же путь матерь свою, братьев и сестер. Мать и сестер он оставил в одном женском монастыре, братьев же привел с собой на святую гору Афонскую и вместе с ними поселился в пустынной обители в Атапецкой, подчинив себя в полное послушание святому, облагодатствованному старцу Никодиму, от которого и принял впоследствии иноческий постриг. Во второй год своего пребывания у Никодима Григорию достоин был божественного посещения. Однажды во время богомысленного подвига перед ним явился светоносный и благолепный муж, которым он узнал святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Ласково взирая на Григория, апостол спросил его, «Почему, взывая к Богу, ты всякий раз только повторяешь, просвети тьму мою, просвети тьму мою?» Григорий отвечал, «Чего же другого должен я просить, кроме этого? Да просвещусь и узнаю, как творить его святую волю». Тогда святой Евангелист сказал, «По воле владычицы всех Богородицы, с этой поры я буду с тобой неотступно». По смерти учителя своего святого старца Никодима, святой Григорий удалился в великую лавру святого Афанасия, где служил братьей за общей трапезой, а также исполнял должность церковного певца. Прожив там несколько лет в страхе Божьем, в послушании ко всем, Григорий укротил навсегда плоские страсти, являя собой утешительный пример евангельского бесстрастия и божественной чистоты за свое смирение, кротость и подвиги. Держал он в себе всеобщую любовь и уважение братья, но избегая славы и стремясь к еще более суровой жизни, он удалился из лавры в глубокую пустыню, скит, глоссия, и там вручил себя руководству благоговейного старца Григория, проводя суровую созерцательную жизнь, горя безмерной любовью к Богу, которому посвятил и душу, и тело. Непрестанной молитвой победив все наветы бесовские, он сподобился благодатных даров. Погружаясь в глубину молитвенного духа и озаряясь им, доходил до такой степени умиления и плача сердечного, что слезы струями текли из очей его, как постоянный и неиссякаемый источник. Но безмолвие Григория и его сподвижников вскоре было нарушено по причине нападений, как и делали огоряне на монахов, безмолвствовавших вне монастырей. Ввиду этого Григорий вместе с другими иноками принужден был покинуть свою пустыню, удалиться с Чессалонику. Отсюда святой задумал отправиться в Иерусалим для поклонения святым местам. И если то угодно будет Богу, окончить там где-нибудь дни свои в пустынном безмолвии. Желая узнать, благоугодно ли Богу намерение их, он молился о том Богу. И вот во сне явился ему святой великомученик Димитрий, мощи коего почивали в Салуне. Великомученик убедил его не оставлять в Салуне. Тогда святой Григорий после усиленного поста и молитвы принял в Салуне сам священство и в сопровождении немногочисленных братьев удалился в близлежащий скит, где и стали они подвязать соснова. Образ жизни его был таков. Пять дней в неделю он и сам вовсе не выходил никуда, к себе не принимал никого. Лишь в субботу и воскресенье, по совершению священодействий, по принятию божественных тайн, он входил в духовное общение с братьями, назидая и утешая их своей трогательно-получительной беседою. В эти часы, следовавшие за затвором преподобного, и особенно после литургии, на лице его был виден дивный божественный свет. Во время священодействия он всех приводил в слезы и умиление. Многие великие святые мужи удивлялись его добродетельной жизнью, за которую он удостоился от Бога дара чудотворения и пророчествования, и называли его богоносцем и пророком. В это время отошла ко Господу добродетельная мать святого Григория. Дочерь из подвижницы ее, сестры Григория, просили его прийти к ним для утешения их сиротства и для духовного наставления. Повинуясь призву родственной любви, Григорий прибыл в Константинополь к сестрам своим и потом снова поспешил вернуться в свою излюбленную пустыню. Но вскоре после того, по истечении пяти лет безмолвной жизни в верском скиту, принужден был по причине частых набегов албанцев снова удалиться на святую гору, в лавру преподобного Афанасия, где и принят был подвязающимся там отцами с великой любовью. И здесь также, уединяясь вне монастыря, в безмолвной келье святого Саввы, кроме субботы и воскресенья, он никуда не выходил, ни с кем не виделся, и никто его не видал, разве по нуждам священодействия. Все прочие дни и ночи протекали в молитвенном подвиге и богомыслии у него. Однажды в келейной молитве перед причистой Богоматерью преподобный молил ее, дабы в устранении от него и собрать его от всяких препятствий. Совершенному безмолвию благоволила она принять на себя попечение и промышление о всех житейских их потребностях. Примила сербное владычество в ответ на его усердную молитву, удостоивая его своего явления в сопровождении множества светоносных мужей. Представь ему, она сказала, обращаясь к сопровождавшим его и ее светоносным мужам, «Отныне и навсегда будьте попечителями о нуждах Григория и его братья». С этого времени, как передавал о том впоследствии сам святой Григорий, он действительно, где бы ни находился, всегда ощущал особенное о себе божественное промышление. В другое время в состоянии молитвенного безбогомыслия Григорий впал в легкую дремоту. И вот ему представилось, что в руках его сосуд чистого молока переполнен и настолько, что оно переливалось через край. Затем молоко это приняло вид виноградного вина, которое, переливаясь через край сосуда, омочило его руки и одежду, распространяя кругом дивное благоухание. Ощущая его, Григорий исполнился святой радостью. И явился ему святозарный юноша и сказал, «Почему не передаешь ты этого чудного питья, оставленного тобой без достодолжного внимания? Ведь это не иссякающий никогда дар Божий». «Но кому же передавать это питье, когда нет нуждающихся в нем?» спросил святой Григорий. «Хотя в настоящее время действительно нет жаждущих этого питья», возразил юноша, «но ты, все-таки исполняя долг свой, должен не пренебрегать даром Божиим, в надлежащем пользовании, коим владыка потребует от тебя отчета». При этих словах дивное видение окончилось. Святой Григорий истолковал ее в том смысле, что молоко означало дар слова обыкновенной, понятной для сердец простых, ищущих духовного наставления. А превращение молока в вино означало, что со временем от него высшая воля потребует более глубокого наставления в высших истинах веры Христовой. Вскоре после этого Григорий был избран игуменом из фигментского монастыря, но по прошествии непродолжительного времени желание пустынного безмолвия увлекло его снова в лавру святого Афанасия. Здесь он достиг такого духовного совершенства, что святые многие мужи делились его добродетельной жизнью и называли его богоносцем при виде изумительных его чудотворений, дара которых сподобился он от Бога. Он изгонял бесов, неплодным деревьям молитвы своей возвращал, плодородие, предсказывал будущее как настоящее, но не избег и преподобный различных и частых искушений по слову Божию, хотящие жить благочестивого Христа Иисусе будут гонимы. Все терпел он с радостью, до искушения веры многосценнейшее зла, то гибнущее огнем же искушено, обрящится в похвалу и честь и славу и в откровение Иисуса Христа. Как говорит святой апостол Павел, Много скорбей перенес святой Григорий Палама в борьбе с ересями, которые начали в то время волновать церковь Божию. Особенно великую слугу оказал он церкви обречением лжоучителей, отвергавших православные учения о духовном благодатном свете, осеивающем внутреннего человека и иногда открывающимся, видимо, как на фаворе и на лице Моисея, после собеседования его с Богом на Синае. В это время на святую гору Афонскую прибыл из Калабрии один ученый инок по имени Варлаам, который вместе со своими последователями возмутил хульными учениями мир в церкви Христовой и спокойствие афонских иноков. В продолжении целых 23 лет доблестный пастырь мужественно боролся с Варлаамом и все многочисленные скорби, которые перенес за это время святой Григорий Палама, трудно даже подробно изобразить. Варлаам учил о фаворском свете, что он был нечто вещественное, сотворенное, являвшееся в пространстве и окрашивавшее воздух, так как он был видим телесными очами людей, еще не освященных благодатью. Таковыми же, то есть сотворенными, он призывал все действия божества и даже дары Святого Духа, Духа премудрости и разума и так далее, не спрашаясь не извести Бога в разряд тварей, не спровергая свет и блаженство праведных в царстве Отца Небесного, силу и действие триипостасного божества. Таким образом, Варлаам и его последователи нечестиво рассекали одно и то же божество на созданное и несозданное, а тех, кои сей божественный свет и всякую силу, всякое действие с благоговением признавали несозданными, а пресносущным, называли двоебожниками и многобожниками. Считая напротив веру афонских пустынников созерцание света Божия телесными очами и приготовление к тому чувственным образом заблуждением, Варлаам явно восставал и против них, и против молитвы, и против их таинственного созерцания. Пояснение. Святой Григорий и его сподвижники афонские учили и доказывали самой жизнью, что постоянным очищением души, совершенным безмолвием чувств и помыслов, непрестанным упражнением в богомыслии и молитве, умным деланием человек может достигнуть озарения свыше, но может зреть не сущность божества, которая, обитая в свете неприступном, недоступна для ограниченной греховной природы человека, а лишь проявление божественной сущности, открывающейся безмолвствующим в образе света, который можно видеть иногда и телесными очами, как это было на Фаворе при преображении к Господним. И при всех явлениях и откровениях божества в виде света и огня, например, Моисея, Ильи, или древним христианским подвижникам, например, Антонию Великому, все боговицы видели телесными и умными очами свет божественный, отблик божества. Этот свет фаворский, и все проявления божества называются у них несозданными и божественными, как несоздано само существо Божие. Учение это по своему существу таинственное и непостижимое для ума естественного, в то же время убедительное и непреложное для верующего сердца. Но прежде, нежели клеветы Варлаама на афонских иноков сделали сгласными, этот еретик за предосудительное и укоризненное свое поведение с бесчестьем был выслан патриархом. С гневом и скорбью Варлаам удалился в Сесталонику, распространяя и там свои клеветы на афонских иноков. Не имея собственных сил противостоять красноречивому искусному в науках Варлааму, салунские иноки принуждены были вызвать с Афона божественного Григория. По прибытии в Сесталонику святой Григорий сначала действовал в духе кротости, но увидев, что меры эти не действуют, но упорного лжеучителя, приносящего столь сильные потрясения церкви и ее законоположениям, начал истреблять возражения и клеветы Варлаама не только из устно, но и сильными писаниями, исполненными высоких истин и доводов божественных. Сам Варлаам, узнав их и почувствовав их силу, принужден был оставить афонских иноков в покое, но зато со всей силой восстал против святителя Божия. Когда же это не помогло, престиженный Варлаам удалился в Константинополь из устной письменно жалуясь к константинопольскому патриарху Иоанну XIV на святого Григория и афонских иноков. Иоанн XIV априн патриаршествовал с 1332 по 47 год. Между тем, святой Григорий в это время, оставаясь в фестолонике в продолжении трех лет, усердно занимался изложением начал православия, силой отставия чистоту его. И здесь, как и прежде, сердечный плач, совершенные уединения и безмолвия были любимым занятием его досуга. Не имея удобств пустынной тишины и в то же время избегая по возможности связей и отношений к миру, он жил в отдаленной части дома, где, устроив для себя малую келью, безмолвствовал сколько мог. И вот однажды в праздник Антония, великого первоначальника иноческого жития, когда другие иноки, ученики блаженного Исидора, совершали всеночное бдение, а Григорий оставался в своем затворе, вдруг в видении явился ему святой Антоний и сказал «Хорошо и совершенное безмолвие, но и общение с братством иногда необходимо, особенно в одни молитвы и псалмопении, посему и тебе должно теперь быть с братьями на бдении». Помянуясь этому, божественный Григорий немедленно отправился к братьям, принявши его с радостью, и всеночное бдение протекло для них с особенным торжеством. Окончив свои письменные богословские занятия в защиту афонских иноков и в опровержении юридических мудрований, святой Григорий возвратился на святую гору и показал инокам написанное им о благочестии. Вскоре после этого святому Григорию пришлось ратовать против юридических мудрований ведусь всего света и за свой подвиг получить бессмертную славу в церкви земной и венец правды в церкви небесной. В это время Варлам успел склонить на свою сторону патриарха Константинопольского Иоанна XIV и довел дело до того, что патриарх грамоту и вызвал на суд церкви Григория с другими его сподвижниками. Не терпя арианствующего лжеучения, грозившего поколебать самые основы христианского вероучения и нравственности, святитель Григорий исполненный Духом Святого выступил на ревностную защиту православия и стартов афонских. Для разрешения возникшей распри утверждения православия в Константинополе был создан благочестивым царем андроником палеологом византийский император царствовал с 1328 по 41 год в собор, на который прибыл и в Арлаам со своими учениками и последователями. Собор этот происходил в 1341 году. Впоследствии ересь варлаамитов была обличена и последователи ее преданы анафеме еще на нескольких соборах в 1347, 1351, 52 и 1368 годах. Последний состоялся уже по кончине святого Григория Паламы. На соборе этом происходившем в Константинополе Софийском храме под председательством патриарха еретическое заблуждение Варлаама, последователей его Акиндино и иных им подобных лжеучителей было изобличено. Тогда великий Григорий, отверши свои богомудрые уста, своими проникнутыми огнем вдохновения, словами и божественными писаниями, развеял ересь, как прах с лица земли, попалил, как терния и окончательно посрамил еретиков. Напыщенный мирской тщетной мудростью, говорит святитель Божий, и невнимающим мужам опытным в духовном учении, когда слышат о свете, о сиявшем Господа на горе преображения и виденном апостолами, думает, что видит в нем нечто чувственное и сотворенное, почему и сей вещественный незаходимый и вечный свет, превышающий не только чувство, но и самый ум, не изводит до чувственного и сотворенного света, хотя и сам просиявший светом на фаворе, ясно показал, что свет не сотворен, назвавший его Царством Божиим. Матфея 16, 20. Царство же Божие уже ли есть что-либо сотворенное и служебное? Уже ли Господь восприял на горе какой-то иной свет, который до толи не имел? Да удалится от нас сие хуление, потому что кто думает так, кто должен признать во Христе три естества, то есть Божие человеческое ионово света. Итак, веруем, что Он явил в преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который скрыт был у Него под завесой плоти. Тей же свет был свет Божеского естества, потому и несотворенный и божественный. Так и по учению богословств чехотцов Иисус Христос преобразился на горе, не восприявши что-либо и не изменившись во что-либо новое, чего до толи не имел, но показавши ученикам своим только то, что у Него было. Свет фаворский был свет Божества. Постромленный богодухновенными обличениями святителя Божия в Орлам, не терпя позора, удалился снова в Италию, где перешел в католичество. Но в Византии явились у Него явные тайные друзья и последователи, которых он возбуждал своими письмами, проповедуя в то же время противные православию учения Западной Церкви. Плевило же его уже учения после него растевал и возвращал инок Акиндин. Против него в Константинополе был собран новый собор, на коем святой Григорий еще более обнаружил заблуждение Варлама и Акиндина о Божественном свете. Патриарх, однако, поддерживал Акиндина и признал святого Григория виновником всех нестроений и смут церковных того времени. Мало того, Акиндин был возведен в степень диакона, а Григория заключили в мрачную темницу, где он томился в продолжении четырех лет. Но такая несправедливость патриарха не оставалась без наказания. Благочестивая царица Анна, узнав о действиях патриарха и о его привязанности к Акиндину, на двух соборах, уже признанном еретиком и врагом церкви, нашла его недостойным церковного общения священного сана, а сам патриарх в павшей диетические мудрования был лишен кафедры и церковного общения. Анна, вдова императора Андроника, третьего палеолога, который в это время уже умер. Церковный мир был таким образом восстановлен и святой Григорий освобожден от беззаконного темничного заключения. За святую ревность к утверждению православия и истреблению еретических лыжаучений и церковных смут, он, по убеждению патриарха Исидора 1347-1949 и императора Иоанна Кантакузена византийский император 1341-1955 должен был согласиться на рукоположение в стан архиепископа Сесолоникийской церкви. Но по случаю возникших тогда в Солуни смут, новый архиепископ не был принят своей пастой, вследствие чего удалил на излюбленную им святую Егору Афонскую. Между тем наступал праздник Рождества Пресвятые Богородицы. В это время один благоговейный солунский иерей, приготовляясь служить божественную литургию, смиренно молил Господа, что он благоволил открыть, действительно ли Григорий, как думает народ, заблуждается в своих верованиях относительно иноческой жизни и духовного созерцания, и имеет ли он у Господа дерзновение. Это откровение иерей просил явить на расслабленной своей дочери, три года лежавшей без всякого движения. Если Господи, говорил он, Григорий истинно раб твой, молитвами его исцели несчастную дочь мою. И Господь услышал моление иерия, дочь его вдруг сама с собой поднялась с постели и с той поры получила совершенное выздоровление, как будто она совсем и не болела. Чудо это прославило святого Григория, но церковные смуты все еще продолжались в Систалонике. Тогда болгарский царь Стефан, зная добродетелей заслуги его для Церкви Божией, обратился к нему с убедительной мольбой занять кафедру митрополита болгарского, но не мог склонить и убедить к тому божественного Григория, сербский краль Стефан Душан, 1336-1355. На фоне святитель, однако, не нашел спокойствия. Вскоре нужды церкви снова вызвали его в Константинополь. Отсюда он удалился на остров Лемнос, здесь он сотворил много знамений и чудес и немолчно проповедовал Слово Божие, оставаясь до тех пор, пока солуняне, почувствов необходимость в его присутствии для сиротелой пасту, не призвали его сами к себе, отправив к нему на Лемнос представителей клира и высших солунских сановников. С невыразимой радостью встретил народ своего архипастыря. Церковь солунская, как бы вдохновенная свыше, представляла в высшей степени торжествующий вид. Вместо обычных хвалебных песнопений клир и народ пели пасхальный гимнный канон, не давая ни себе ни другим отсчета в своих чувствах и необычайном торжестве. Спустя три дня после этого святитель Божий совершил при бесчисленном стечении народа торжественный крестный ход и литургию. При этом Бог прославил угодника своего новым чудом. У вышеупомянутого благоговейного Иерея сын страдал подучей болезнью. Когда наступило время причащения, Иерей, упав к ногам архипастыря, смиренно умолял его причастить самому своими святительскими руками его больного ребенка. Тронутый смирением Иерея и страданиями его сына, Григорий исполнил его просьбу и ребенок исцелел. Однажды на праздник Рождества при Святой Богородице Святой Григорий совершал литургию в женском монастыре. Во время богослужения одна слепая на один глаз монахиде именем Илеодора. Узнав, что святитель совершает литургию, незаметно подошла к нему и тайно приложила святительскую одежду своему слепому глазу. И глаз тотчас же прозрел. Много и других чудес сотворил божественный Григорий. Церковь Солунская под его мудрым правлением наслаждалась миром и тишиною. Но Григория ждали новые подвиги и тяжкие скорби. В это время единомышленники Варлаама и Акиндина не переставали смущать Константинополю православную церковь своими эритическими мудрованиями. Тогда Григорий снова с дерзновением выступил на борьбу с злыми эритиками в защиту православия. Продолжал он с ними бороться и письменно, своими богомудрыми творениями и лично. Вследствие сильного волнения возбужденного эритиками в церкви Христовой, царь и патриарх признали на который прежде всего вызвали святого Григория. Враги истины, как и прежде, были посрамлены и унижены. И личные беседы святителей, и его догматические произведения, читанные на соборе, замкнули уста эритические. Напут своему уважением царя и благословением патриарха и церкви, святой Григорий с честью отправился к своей пастре. Но находившийся в то время в Солуне Иоанн палеолог, византийский император, 1341-76 год, не допустил его до этого и Григорий принужден был отправиться на святую гору. Впрочем, через три месяца он тем же палеологом с честью был вызван в Солуне. Здесь в скором времени святой Григорий впал в тяжкую и продолжительную болезнь, так что все опасались даже за самую его жизнь. Но Бог продлил ее для новых подвигов. Не успел еще святой совсем оправиться от своего недуга, как получил от Иоанна палеолога письмо, которым царь просил его приехать в Константинополь, чтобы прекратить ссоры и несогласия в царственной семье между им и его тестем Иоанном Кантакузеном. Григорий отправился, но на пути в Константинополь был схвачен агарянами и отвезен в Азию как раб и пленник. Целый год находился святой в плену. Его продавали из одних рук в другие и из города в город. Такова была на это и из города в город проповедовала Евангелие Христова, утверждая православных в вере, получая твердо держаться ее, укрепляя сомневающихся и раскрывая трудные для понимания тайны премудрости Божией о спасении. Иоанн был действительно истинным апостолом Христовым. Со святым дерзновением входил святой Григорий в состязание о вере с агарянами и отторшимися от церкви Христовой еретиками, неправо учившими о земном служении Христа Бога нашего, о честном и животворящем Кресте Господнем, о святых иконах и о поклонении им. Неверных он просвещал светом Евангелия, а порабощенных, плененных и христиан утешал и укреплял, убеждая их безропотному перенесению страдальческого Креста своего в чаянии наград и венцов небесных. Противники святого Григория удивились его премудрости и благодати, исходящие из уст его. Некоторые же из них в бессильной злобе подвергали его жестоким побоям, и ему пришлось бы пострадать даже до мученического венца, если бы те же самые агаряне не оберегали его, ожидая получить за него большой выкуп. И действительно, по истечении года болгарии выкупили его из рук агарянских и возвратили его Солунской церкви. Прибытие святого из плена сначала в Константинополь было ознаменовано чрезвычайным торжеством невидимых ликов, носившихся над Божественным Григорием и сладостными песнопениями в похвалу его, приведшими в движение пристань, где он должен был выступить на берег. И был святой Григорий избранным сосудом Божиим. Отличаясь кротостью, незлобием и смирением, он в то же время продолжал дерзновенно выступать против врагов Бога и веры православной, с силою обличая, побеждая еретиков мечом Слова Божия. Побеждая зло добром, он никогда не слушал тех, кто извещал его о клеветах на него врагов его. Был великодушен и терпелив во всех скорбях и злоключениях. Гонение и всякое поругание вменял себе всегда в честь и славу. И было ему, как истинному ученику Христову Иго Христова, благо и бремя его легка. Святому Григорию удивились не только верующие, но и неверные. Глаза его всегда болели от непрестанно текущих молитвенных слез. Умертвив все страсти, поработив плоть духу, Святой Григорий подвигом добром подвязался и, умиротворив церковь Божию и веру православную от волнения и смут юридических, окончил течение своей подвижнической, страдальческой и богоугодной жизни. В течение последних трех лет Святой Григорий силой и благодати Божией сотворил немало чудес над болящими. Так друга своего иеромонаха Порфирия он дважды восставил молитвою от болезненного одра. Незадолго до своей блаженной кончины он исцелил знамением честного креста и молитвы пятилетней дитя золотошвея, страдавшие чрезвычайным кровотечением и уже обреченные на смерть и возвратил ему совершенное здравие. Вскоре потом Святой Григорий заболел и слег в постель. Почувствовал близкую кончину он предсказал окружавшим и день отшествия своего в жизнь вечную. Друзья мои, говорил он им после праздника Святого Яна Златоуста, ныне я отойду от вас ко Господу. Это знаю я потому, что являлся мне в видении Божественный Златоуст и как своего друга с любовью призывал к себе. Действительно, в тот же самый день 14 ноября Святой Григорий отошел ко Господу в его вечные райские обители. Когда он умирал, окружавшие его видели, что уста его еще что-то шепчут, но как ни старались слушаться его слова, могли только разобрать в горнее, в горнее. С этими словами Святая Душа его тихо и мирно отделилась от тела в горнее. Около 1360 года, 63 лет от роду. После себя он оставил более 70 сочинений. Когда блаженная душа его разлучилась с телом, лицо его просветлело, и вся комната, где он почил, озарилась светом, чему свидетелем был весь город, стекавшийся к святительским мощам, для последнего целования. Так благоволил Бог этим чудом прославить своего верного угодника, который при жизни своей был светлым жилищем благодати и сыном божественного света. Пояснение. Выражение современника святого Григория Палама, константинопольского патриарха Филофея, умершего в 1376 году, в Синокстаре в неделе 2-й седмице, святой четыреста десятницы. Служба святому Григорию была составлена патриархом Филофеем, вскоре по его кончине. В ней Палама прославляется как богословие труба, огнедухновенные уста благодати, честное духоприятилище, столб церкви непоколебимый, река премудрости, светильник света, звезда ясная, свет просвещающая, цевница прекрасная духа, златосияющий язык, неботаинник троицы, проповедник божественного света, меч, сокрушивший гордость сварлаамову и всякую силу релитичествую, как ткань паутины, исцелитель недугов человеческих, святейший отец, пастырь добрый, положивший души свою за опцы, твердый страдалец и постник, благочестие поборник и нечестие противник, теплые веры предстатель, великий наставник и учитель, вели монашествующих украшений и т.д. Оставив тело свое преславно просветившееся ангельскую чистотою после смерти своей, стаду своему, как богатое наследство и сокровище, святой Григорий неоскудно подает и до ныне исцеление всем недужным и немощным повсюду приходящим с верой к святым мощам его, во славу Христа Бога нашего, ему же с обезначальным его отцом и с пресвятым благим и животворящим духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков Аминь Богу нашему слава во веки веков Аминь Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала